Всем привет, ребята, меня зовут Богатейщий Ди, добро пожаловать в новое видео. Сегодня я хочу пройтись по самым горячим темам. Горячие просто некуда, поверь мне. Начнем с того, что есть в Китае такая штука, как 80-я армия. Она представляет собой военную группировку Народно-освободительной армии. Также в Китае есть собственная социальная сеть, ВИБО, если я правильно прочитал. У 80-й армии Китая есть страничка в этой социалке, и вот что там появилось сегодня, последний пост. Если его перевести, то там написано всего три слова «Готовьтесь к войне». Официальный аккаунт 80-й армии Китайской Народно-освободительной армии опубликовал это сообщение, и за 12 часов оно получило 300 тысяч лайков. Сейчас же многие новостные китайские порталы повторяют это предупреждение. И все это происходит на фоне слухов о том, что спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси может посетить Тайвань, несмотря на предупреждение Пекина не вмешиваться в дела так называемого «Единого Китая». Становится по-настоящему жарко, не так ли? Но дальше еще интереснее. Илон Маск у себя в Твиттере написал «Инфляция может теперь снижаться». Причина, почему он так утверждает, заключается в том, что, по его словам, цены на товары Тесла начинают двигаться скорее вниз, чем вверх. Но не только Илон Маск утверждает это, но и американский финансист и предприниматель Билл Экман говорит точно так же. Интересно, да, что они начали говорить это, как только США вступили в техническую рецессию, ведь вчера стало известно, что второй квартал подряд ВВП США падает. Мы с тобой обсуждали этот вопрос, что федеральная система рано или поздно, рано или поздно должна выбрать, с чем ей бороться, с инфляцией или рецессией. Если они выберут борьбу с рецессией, они начнут говорить, что инфляция уже не страшна, что все под контролем и пора бороться с рецессией. Кажется, это уже происходит прямо сейчас, судя по тому, что говорят самые популярные лидеры мнений, а Илон Маск, безусловно, таким является. Как же они будут бороться с рецессией? Да так же, как и всегда, количественное смягчение, печать денег и понижение ставок. Как следствие, огромный поток ликвидности на рынках. Мне стало интересно, насколько популярен сейчас запрос рецессия в США. Оказалось, что в июне этого года этот запрос был популярнее всего за последние пять лет. Даже в марте 2020 года, когда коронавирус обвалил все рынки, и многие кричали, что это не просто рецессия, а вообще глобальный апокалипсис, и то не было такого интереса, как сейчас. Мы видим еще два пика, кроме недавнего, в апреле 2019 и в марте 2020. Интересно, а что же тогда было на рынке? На примере S&P 500. В 2019 году, после того, как запрос рецессия достиг пика в Google Трендах, рынок вырос на 21%. В марте 2020 года, после того, как запрос рецессия достиг пика в Google Трендах, рынок вырос на 120%. И теперь в июне этого года, как ты видишь на этом графике, запрос рецессия в Google Трендах достигает исторического пика за последние пять лет. Это не финансовый совет, но крайне занимательное наблюдение. Но чтобы совсем уже не радоваться, нужно вспомнить, что завтра, 29 июля, истекает срок фьючерсов на биткоин в размере 1.76 миллиарда долларов. Так что нужно быть очень осторожным. Хочу уточнить еще кое-что. Есть такое понятие, как Max Payne Price. Это цена, на которой открыто больше всего фьючерсных контрактов, и сейчас она находится на отметке 23 тысяч долларов за биткоин. Это значит, что биткоин постараются сейчас придавить, чтобы до завтрашнего истечения фьючерсов его цена не превышала отметки в 23 тысячи долларов. Так что мы сейчас, в ближайшие 24 часа, увидим большую битву за это между шартистами и лонгистами. Но зато послезавтра удерживать цену биткоина ниже 23 тысяч долларов уже не будет иметь особого смысла. Поэтому мы можем увидеть какое-то движение вверх. Теперь я хочу поговорить про несколько хороших новостей для биткоина и его принятия. Белый дом создает должность советника по блокчейну в США. Хорошая новость для принятия технологии блокчейна и развития криптовалюты в Штатах. Но хотелось бы, чтобы этот советник не стал новым Гэри Генслером, который сначала читал лекции про блокчейн в MIT, расхваливая блокчейн, биткоин, эфириум и даже Ripple XRP. А затем, как только возглавил комиссию по ценным бумагам и биржам США, он начал развязывать какие-то судебные процессы, называя некоторые криптовалюты ценными бумагами. Самый громкий из них это суд с Ripple. В любом случае, в Белом доме будет свой блокчейн-специалист, который будет советовать президенту США все, что связано с блокчейном и криптовалютами. Также в Бразилии происходят просто невероятные вещи. Власти Рио-де-Жанейро будут покупать биткоин на часть городского бюджета, но кроме этого они собираются ввести налоговые льготы для биткоин-майнеров. Это просто фантастические новости для биткоина из Бразилии. И, наконец, австралийские фонды готовятся инвестировать прямо в биткоин, эфириум и файлкоин. Очень интересный выбор файлкоин. Понятно, почему биткоин и эфириум, но файлкоин удивил. Когда-то я рассказывал о нем на своем канале, и теперь Австралия готова в него инвестировать. Ты скажешь, но ведь в Австралии уже был биткоин-эфириум, зачем им еще и это? А затем, что каждый фонд будет взимать с клиентов всего 0,4% комиссии, что на 67% меньше, чем криптовалютные ETF в Австралии, у которых комиссия 1,25%. Если ты работаешь с огромными суммами в миллионы долларов, то экономия получается достаточно внушительная. Поэтому такие фонды и могут повысить спрос на биткоин, эфириум и файлкоин в Австралии среди инвесторов. Так что конкурентноспособность у этих фондов намного выше. Также я хочу отметить, что больше года эти фонды добивались одобрения от австралийского регулятора и, наконец, его добились. Фондам в этом будет помогать криптовалютная биржа G-Mini. Вместе они надеются повысить спрос на биткоин, эфириум и файлкоин среди розничных инвесторов в Австралии. На этом все. Меня зовут Богатейший Иди. Если видео было интересным или полезным, не забудь поддержать его лайком. Это всегда помогает каналу, а мне очень-очень приятно за то, что ты ценишь мой труд. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok